здравствуйте друзья здесь демитков юрий вот одно из предыдущих видео моих было посвящено тому как меня любила любимое государство и в общем то я сказал что малому бизнесу но не дают поддержки не любит государства и так далее как притесняют в общем то и все об этом знают и есть расхожее мнение о том что пора валить то есть надо свинчивать отсюда из этой грёбаной страны и на запад потому что там все хорошо друзья мои вот прежде чем принимать это решение я все-таки вот я знаю что меня тут назовут сейчас за путинцем каким-то пропагандом и так далее но друзья мои я был очень во многих странах в европе я объездил практически все был в америке в канаду заезжал вот и я разговариваю на многих языках мне это просто нравится мне просто я испытываю от этого кайф на самом деле но тем не менее я почему-то там не остался хотя было много возможности просто взять и и остаться там чертой матери и я уже рассказывал что моя первая жена все-таки там осталось так вот друзья мои прежде чем все-таки уезжать я советую вам просто подумать смотрите вы приезжаете туда скажем в германию куда-то или еще что-то и вы видите как хорошо живут там люди но я прошу вас в америке задайте себе вопрос а почему вы решили что вы будете жить точно так же как они там а вы знаете что в америке же есть гетто в которых живут абсолютно даунтауны так называемые что такое даунтаун вы знаете я там был на самом деле в даунтауне и в общем не сахар я скажу я туда забрел как-то просто вот город флинт да и у нас был перерыв там на обед значит и было время свободное где-то два часа нам сказали значит идите куда хотите мы говорим куда хотим куда хотите вот куда точно куда хотим точно куда хотите но я взял и думаю а дай-ка я посмотрю вон там мост есть и дай-ка я перейду через этот мост посмотрю что там с камерой значит иду туда перехожу мост и понимаю что город какой-то там уже совсем другой да и сам центр города флинта вы знаете как то я вышел сказать там уже в нерабочее время скажем так вот из университета мы там задержались вот я вышел что-то мне как-то было не по себе когда к ну ко мне уже начали приставать какие-то личности там типа дай заковырить а то убью вот то есть там есть всякое друзья мои и я забрел вот за этот мост например да вот я туда зашел я прошел немножечко совсем немножечко я смотрю какие-то дома странные они вроде как заброшенный то есть стоят вот как америка вот я не знаю как объяснить вот стоит дом абсолютно без забора без ничего сказать там так принято дома стоят просто без заборов там участке как-то это у нас принято заборов понагородить ну вот без заборов и дома в некоторых домах выбиты стекла в некоторых место стекол полиэтилен думаю странно так вот и и вроде как там живут люди это брошенные дома это живут действительно люди потому что ну так получается что в америке проще забросить дом чем его продать потому что это невозможно потому что там страховки так далее вот и и там совершенно личности те еще там латиносы всякие нелегалы там живут то есть там есть такие районы во первых да я немножечко отвлекся вот во первых во вторых смотрите посмотрите как живут у нас всякие гастарбайтеры так называемые узбеки таджики они приехали откуда из своего таджикистана и значит они живут здесь где они живут здесь посмотрите в каких условиях они живут здесь они часто не знают русского языка куда их принимают на работу на стройку на всякие значит уборка территории и так далее а теперь я хочу задать вопрос вам как вы думаете на каком положении вы будете там на западе вот вот подумайте просто вы не знаете там испанского французского английского даже языка зачастую люди не знают и и вы хотите чтобы там вас приняли и чтоб вам там озолотили у вас нет никаких прав даже на вэлфа вот на пособие безработицы ничего у вас там нет и вы не знаете языка как вы собираетесь вы думаете что вам там будут сейчас я расскажу несколько историй может быть которые начну может быть кого-то остановят смотрите как-то на балконе своей квартире в испании вот и подъезжает такой раздолбанный opel значит opel омега такой ржавенький уже достаточно такой потрепанный смотрю там номера российские и при этом ростовские не фига себе кто-то кроме меня может сюда приехать из россии ну вот заинтересовала и я значит там но познакомился с этими людьми это из ростовской области откуда-то я не знаю там муж значит такой здоровенный такой мужик такой огромный такой большой он трудяга он был водителем вот у нас и жена аня такая из она из брянска родом такая болтушка вот ну и сын у них вот и я говорю а вы то как чего ну она говорит ну вот мы значит собрались надоело все вообще к чертовой матери в россии и кто-то ему сказал что в испании не хватает дальнобойщиков водителей и что дальнобойщиком там платят три тысячи ну чего там долларов значит там тогда еще писеты были вот и и дальнобойщики просто нарасхват потому что их там нету и а зачем дальнобойщику язык то есть он сел за грузовики поехал через всю европу значит куда-то там везти значит там из я не знаю из морвее куда-то в мюнхен груз правильно вот короче говоря он продает все в россии у себя там ростовской области и уезжает вот грузится в этот опель все что сказать ну можно ввести значит но его по уши загрузил приезжают в испанию такой вася вот испанский язык естественно зачем он уже работать не зачем ему испанский язык но он есть испании и ну такой приезжает в испании гри суше там а куда идти вообще но находит кого-то из русских спрашивает ну а где здесь дальнобойщиков набирают вообще это самое по испански то говоришь мне а мне сказали что не надо вот кто тебе сказал что не надо это испания дорогой вот а где ты же не будешь в опеле живем в машине вот пока потом заработаем деньги купим квартиру вот такой случай что в результате в результате ну конечно они нашли работу это была работа но где у нас работают таджики узбеки на стройке так вот и они работали значит там муж работает на стройке на одной значит сын там ему было там 16 или 17 лет а сыне отдельная история значит он тоже работает на стройке анюта значит там но куда она значит там устроилась гостиница там но как ну типа уборщица там убрать или как называется вот там просто не собрать значит полотенца потом расстелить все это очень гладко там все значит такие требования там все погладить все так далее тоже не зная испанского языка да они там остались до живут но оно вам надо вообще вот такое вот вот такое еще одна история в канаде значит мы приезжали из америки мы поехали значит в канаду посмотреть на ниагарские водопады это город торонто крупнейший город канады мы там забрались на эту башню торонто телевизионную и потом ночи вечером ну мы там ночевали значит там у нас было свободное время погулять по торонто вот ну торонто город он огромный конечно но всего там две улицы вот таких центральных да ну и по странному стечению обстоятельств в общем-то к вечеру все собрались в одном стриптиз баре вот и мы такие сидим на смотрим по основлению я такой сижу а там ну нельзя если вход свободный но надо взять пиво по бешеной цене вот мы взяли это пиво корона и значит по глоточку по мелкому значит пьем рядом сидит мужик и такой будет а вы четко из россии давно да нет недавно а я горит хирург вот приехал тут вот навсегда жить игры ну и как пока никак вот сижу работы нет ну как-то вот короче как то вот все безысходность какая-то по специальности он не будет работать ребят специальности он работать не будет поэтому прежде чем ехать но вы подумайте сначала то есть есть у вас куда или есть на что жить туда там все прекрасно там все для людей у которых есть деньги но если у вас нет деньги то вы смотрите не на тех кто живет шикарно а вот на тех кто где-то вот ваше место там будет в начале пока вы не выберетесь оттуда моя жена первая там осталось но как она вкалывала там на всяких работах это так здесь не работает ребята то есть там зарабатывают конечно но там заставляют работать она работала в ресторанах но большую часть времени она работала бинга и прежде чем туда уехать она здесь выучила испанский язык четко совершенно выучила испанский язык сейчас она говорит по-испански абсолютно свободно значит по-испански так и по-русски естественно и естественно она пользуется тем что она знает испанский она живет там с испанцем она с русскими практически общается конечно но не так много и с другой стороны она да и не доверяет она русский вот и но она общается с русскими из россии потому что у нее бизнес она соединяет россию из испании то есть она из испании вот сюда обувь вот ну и сейчас сумки всякие бижутерия вот но у нее бизнес она занимается там бизнесом и друзья мои это нелегко это нелегко и таких историй я могу вам рассказать но ни одну и не две сказать много я там видел там такое просто волосы дыгом стоят еще один при знакомый еще в 90-е годы когда мы ездили сказать там еще по заграницу только начинали он мечтал уехать в америку это была такая вот идея фиксы что вообще просто мечтаю в америку и все а кто он такой был ну в общем сказать образа по образованию электрик такой вот но лентяй лентяй короче говоря он идет поработает здесь но как-то вот работать патологический не мог потому что это нужно каждый день вставать а каждый вставать ему не хотелось поэтому он здесь ужин сказать не пришей кобыли хвост никому не нужен и он решил что ты стране его не место он будет в америке вот там как раз ему место и он нашел каких-то знакомых значит там знакомых знакомых которые дали ему вызов в америку вот денег у него было только-только на билет туда он взял билет до лос-анджелеса у него даже не было билета доехать от аэропорта лос-анджелес и поэтому да он еще когда уезжал при этом у него но он такой жутко нервный товарищ и поэтому у него была совершенно жуткая язва и когда я увидел последний раз он значит там сумка и значит и сумка он постоянно жевал эти булочки я говорю а что ты жилешь постоянно он говорит а если я перестану постоянно жевать у меня дикие боли язва жуткая совершенно и вот он с такой жуткой язвы и не существует умереть может любой момент он да вот и жуткая язвы чувака значит который здесь нахрен никому не нужен улетает в америку лос-анджелес и у него там полтора доллара на все про все что дальше было с этим вот чуваком вы знаете он он решил что в общем-то ему стыдно будет ехать к тем людям которые его туда вызов дали поэтому он остался в аэропорту в аэропорту значит и но жить то как-то надо и начал в этом супермаркете там эти кубики бульонные воровал и значит там кипяток был где-то в автомате он их разводил как-то хлебал потом он значит понял что можно зарабатывать вот эти вот тележки которые дают значит там 25 центов свою монетку и и значит соответственно если тележку у кого-то взять и значит воткнуть его на место то 25 центов твои и значит начал эти тележки возить но этим бизнесом занимались тоже там какие-то поле лакиносы то ли негры он на них отнимал эти деньги в общем сказать там ну по крайней мере он отвоевал свое место значит там что-то делал там в течение недели он там жил или там три дня что нет три дня он там жил потом эти люди которые его пригласили начали беспокоиться без слушать ну мы вроде как ответственно за него то есть мы пригласили он вроде прилетела к делам они начали его разыскивать и они пришли в аэропорт начали в полицию вращаться не видели такого значит там но него лицо же желтый потому что язва говорит не прикаянного полиция говорит не видели не сказать нигде такого ну вот короче все таки они его нашли значит увезли там как-то вот потом он он и там тоже сказать в общем-то так сказать никому не нужен так сказать он пожил там у них неделю и решил уехать куда-то не помню куда уже но таксисты он нашел таксиста русского таксистом все русские и спросил таксиста говорит что делать таксисты свели и его с русской диаспоры и надо сказать что русская диаспора ему помогла они сказали что слушай да майк ну можно устроить мы можем тебя устроить вот пожалуйста ты можешь жить вот вот тебе дом ну вот такой же заброшенный в даунтауне пожалуйста живи дом продается но он еще долго будет продаваться пока продается живи значит только ну сильно не буйствуй там и мы дадим тебе работа майк с каким-то хирургом опять же мыл небоскреб эти окна в небоскребах значит в этой люльке значит на ком-то там сто двадцать каком-то этаже значит он в люльке моет стекла для у небоскребов и через какое-то время он получает первую зарплату там 1200 долларов и говорит вау короче говоря он тут же пошел напился соответственно значит на работу не вышел потому что деньги есть зачем альцик это идти на работу вот и когда он пришел на работу и ему сказать слушай майк у нас так не принято здесь так не принято поэтому может быть ты поедешь назад в россию потому что здесь ты нахер никому не нужен с таким отношением к работе если у тебя есть работа будь добр работать вкалывать если малейшее не выход или еще что все на твое место полно желающих а если хочешь ни хера не делать едь в россию вот там тебе и место вот такое отношение и надо сказать что там люди вкалывают по 16 часов по 18 часов и они работают как заведенные я это видел и не легко нелегко там остаться нелегко там закрепиться поверьте мне я знаю через что прошло моя первая жена она там голодала значит было время но недолго но это было и и она не одна так вы будете на положении гастарбитров поэтому прежде чем принимать вот такое скоропалительное решение сначала подумайте куда вы едете сначала подумайте на что вы будете жить вот и еще один момент такой до язык конечно очень важная вещь но что я хочу сказать что когда я посмотрел как люди зарабатывают деньги там да там зарплаты побольше может быть чем у нас но как они достаются друзья мои деньги намного проще заработать здесь именно поэтому я не оставался там ни разу то есть деньги намного проще зарабатывать здесь почему потому что здесь мы знаем законы этой страны пусть они ужасные но они наши мы умеем разговаривать на этом языке на русском языке мы умеем здесь найти работу мы знаем куда обратиться и так далее потому что но там без языка вообще значит там возможности сильно ограничен там либо бэйбиситтер либо значит там с дедушкой сидит там вот со стариками так сказать там памперсы всякие вот это так что вот почему в общем то уезжать не станет не надо а что же надо делать надо здесь работать и надо стараться изменить свою страну к лучшему тем более что очень многое сейчас меняется к лучшему я это замечаю я не могу этого не замечать я занимался бизнеса я занимался бизнесом всю жизнь здесь я предприниматель и продолжаю заниматься предпринимательством друзья мои а туда надо ехать уже когда есть пассивный доход есть лист на что жить пожалуйста мы уезжаем там то есть если мы прекрасно знаем чем мы там будем заниматься туда вот но не раньше и раньше друзья я надеюсь что это видео охладит кого-то спасибо за внимание с вами был димитков юрий м и собир ли изб Продолжение следует...